Есть люди, которые приковывают внимание к себе Своим обаянием, мудростью, голосом, но прежде всего харизмой Сейчас в моде на киноэкране герой, показывающий свои физические данные А иногда и груду мышц, владение искусством рукопашного боя Не во всех фильмах, конечно Но так и хочется спросить иногда Друзья, а как насчет головы, мозгов и умения мыслить? Не все измеряется размером бисепса, ростом Это как словно детский разговор Мои руки больше, автомобиль быстрее, чем твой Да и дуло пистолета длиннее, и все остальное Ну и уровень А иногда и юмор ниже Плинтуса А актеру, о котором дальше пойдет речь Мышцы и скорость автомобиля были не важны Достаточно было его взгляда Темперамента Оправданной жестокости в нужных пропорциях Он обладал стаминой или стаминой Жизненной внутренней силой Его звали Телли Савалос И о нем сегодня пойдет речь Его настоящее имя Аристотелис Савалос Он родился 21 января 1922 года В городе Гарден Сити На острове Лонг Айленд Под Нью-Йорком В семье греческих эмигрантов Ника Савалоса Владельца ресторана греческой кухни А маму его звали Кристина Капсалис Она была художником Уроженкой города Спарты Телли был вторым из пяти детей в семье Телли рос в своей семье в Гарден Сити Повзрослев и почувствовав свою уверенность Он вместе с братом Гусом Начинают работать Они продают газеты И чистят и полируют обувь Прохожим на улице Чтобы поддержать свою семью Савалос поначалу умел говорить Только на греческом языке Но учась в школе Наконец выучил английский Потом он перешел учиться В Корбетт Джуниор Хай Скул В городе Линн Штат Массачусетс Там он выиграл конкурс В котором участники Декламируют Орфографию вслух И по памяти Но позже Телли Телли учится и оканчивает Савена Хай Скул В Флорал Парк Опять В районе Лонг Айленд Под Нью-Йорком В 1942 году Телли был хорошим пловцом И он начинает работать спасателем на пляже Так сложилось обстоятельство Что там однажды он не смог спасти жизнь отцу двоих детей Пытаясь его реанимировать Это так на него подействовало Что последующие годы много проводил занятий по спасению людей на воде В 1941 году Когда ему было 19 лет Его призвали в армию Где он служил в медицинском батальоне До 1943 года Потом он уволился из армии В звании Капрала В этот момент Телли попадает в автомобильную аварию И проводит год в больнице У него сломанный таз Растяжение связок Повреждение лодыжки И сотрясение мозга Телли выздоравливает и поступает в институт вооруженных сил Где он учится на радио и телевизионном отделении Потом переходит в колумбийскую школу общих наук Где по окончании получает степень бакалавра Психология В 1950-х годах он работает на радио Участвует в передаче «Ваш голос Америки» А потом в телекомпании ABC Он также ведет передачу под названием «Кофехаус» в городе Нью-Йорке Там он становится исполнителем-продюсером И работает в спортивной программе Телли подумывает о кинокарьере Его приглашают в театр Armstrong Circle В постановку «Принеси малыша домой» Потом в 1959-м и в 1960-х годах Он принимает участие в других двух эпизодах Где играет вместе с будущим режиссером Сидней Поллоком Соваласа замечают и приглашают в ТВ-шоу Sunday Showcase Диагноз неизвестен И в дотацию «Кошка и канарейка» Naked City Свидетель Где он играет гангстера Лаки Лучано Его первым фильмом в кинокарьере Становится фильм под названием «Сумасшедший пёс колл» В 1961 году Его работа очень понравилась актеру Берту Ланкастеру Что тот предложил режиссеру Джону Франкенхеймеру Снять его в фильме «Юные дикари» В 1961 году В 1962 году Совалас вместе с Бертом Ланкастером Играет в фильме «Птицелов» из Алькатраса Birdman from Alcatraz Где он был номинирован на Оскар Как на роль второго плана В этот же год он в фильме «Мыс страха» Cape Fear Режиссера Джейли Томпсона После чего он принимает участие в нескольких телевизионных сериалах Новая порода Детективы Бен Кейси Сумрачная зона Беглец Да или и дальше Пока играет второстепенные роли в фильмах «Человек» Из закусочной Love is a ball and Johnny cool И здесь Телли берется За то Что Давно уже задумывал Он бреется наголо Чтобы исполнить роль Понтия Пилата В фильме Величайший из когда-либо Рассказанных историй И больше никогда не отращивает волосы в своей жизни Это становится его стилем В 1965 году он опять у режиссера Джейли Томпсона В фильме Джон Голдфорб Пожалуйста, вернись домой Это комедия Также Телли принимает участие В фильме Чингис Хан В 1967 году Телли совалась в заметном для многих фильме Грязная дюжина The Dirty Dozen История про военных Арестантов Военно-пленных Которых берет под свое крыло Майор Десантник И готовит их для операции по освобождению Крепости, занятой фашистами Во время Второй мировой войны Если они выполнят миссию Таково было условие То все взыскания и аресты с них будут сняты Блестящий ансамбль актеров в этом фильме Ли, Марвин, Эрнст Боргнайн Чарльз Бронсон Джим Браун Джон Касаветас Ричард Джейкл Джордж Кеннеди Ральф Микер Роберт Райан Ну и конечно сам Телли Савалас В 1968 году Савалас опять вместе с актером Бертом Ланкастером В фильме Охотники за скальпами The Skull Hunters Редиссер Сыдный Поллок И в этот же год он в фильме Доброго вечера Миссис Кэмпбелл Где в главной роли играет Прекрасная итальянская актриса Джина Лабрижида Веселый сюжет Спустя 20 лет после своего первого визита В Италию Во время войны Трое американских служащих Снова Приезжают В итальянскую деревушку У них много Воспоминаний Связанных с этим местом Особенно с девушкой Карлой Выясняется Что она Каждому из них сказала Что Он является Отцом Ее Дочери Джия Таким образом Получает деньги От каждого из них На воспитание И становление ребенка Теперь Все Трое решают Позаботиться О будущем Джия В 1969 году Трое рисовало Снимается В фильме Золото Маккенны The Makenis Gold Который был Популярен В свое время Очень В кинотеатрах Советского Союза Здесь он С актерами Грегри Пегом Амаром Шерифом Джули Нюмор Сюжет Таков Благодаря Случайным Обстоятельствам Шериф Маккенна Узнает о том Где спрятано Золото Древнего Индейского Племени В качестве Живой карты Он становится Заложником Бандита Колорадо Который мечтает Найти Каньон Дьявольское Наваждение К группе Головорезов Примыкают Все новые Новые Охотники За богатством В 1969 Году Актер Телли Саваласа Получается Так Что Год становится Для него Этот Очень Насыщенным В съемках Он играет В криминальной Комедии Воры И полицейские Режиссера Джима О'Коннелли Бандиты Нанятые Крупным Криминальным Боссом Отправляются В Англию Чтобы Грабить Виллу В которой Хранятся Драгоценности Принадежащие Леди Софи Фитцмор Бандиты Все больше Узнавая О ней О ее Изворотливости И уму Понимают Что их План Наверное Все-таки Не сработает В этом же 1969 Году Телли Савалас Играет Одну из Главных Ролей В фильме Про Джеймса Бонда Под названием На секретной службе Ее Величества Он играет Роль Злодея Блофилда Давнего Врага Бонда Идя По следу Блофилда Бонд Оказывается В Португалии Где безумно Влюбляется В необыкновенно Красивую Девушку Которая Ко всему Прочему Является Дочерью Короля Преступного Мира Используя Связи Своего Потенциального Свекра Он Обнаруживает Секретную Лабораторию Замаскированную Под Частную Клинику Где Блофилд Разрабатывает Новый Смертоносный Вирус Это был Первый Фильм Где Герой Джеймса Бонда Женится Но Конец Совсем Не Голливудский Непривычно Банальный Хэппи Энд Мстя Джеймса Бонду Злодей Блофилд Проносится Мимо Их Машины И Разряжает Очередь Пулями Невеста Гибнет В 1970 Году Телисовалась В фильме Герои Келли С актером Клинтом Иствудом Идет Вторая Мировая Война Сержант Американской Армии Келли Узнает От пленного Немецкого Офицера Что в тылу На территории Германии Есть банк С крупным Запасом Золота Келли Набирает Группу Отчаянных Сорвиголов И грабит Банк В этот же 1970 Год Телисовалась Играет С прекрасным Американским Актером Чарльзом Брансоном В фильме Жестокий Город Чарльз Брансон На тот Момент Умудрился Перессориться Со всеми Кинорежиссерами В США И Направился В Европу Пробовать Свои таланты В Европейском Кино Так получилось Что они Как раз В его карьере Как впрочем И В кинокарьере Телисовалась Эти фильмы Оказались Лучшими В этом фильме Телисовалась Играет роль Головаря Преступного мира И хочет Чтобы его Давний знакомый Примкнул К его В семье И начал Выполнять Заказы На убийство Но Давний клиент Не приемлет Его господство И в итоге Расправляется С ним Если говорить О личной жизни Телисовалась То Он Был Женат Три раза В 1948 Году Он женился На Кэтрин Николадис Это был Сложный Период Его жизни Только Недавно Он потерял Своего отца Ушедшего От рака Телли Назвал Свою дочь Кристиной В честь Своей мамы В 1957 Году Кэтрин Подает На развод Телли Приезжает Обратно В дом Своей мамы В Гарден Сити На Лонг-Айленд Там Работая В театре Он встречает Мэрлин Гарнер Театральную Учительницу Они Женятся В 1960 Свою дочь Они Назвали Пенелопой В 1961 Году Вторая Их дочь Кэндесс Родилась В 1963 Году К сожалению После долгих Ссор И Невзаимопонимания Между друг Другом И долгого Жития Раздельно Брак Распался В 1974 Году В январе 1969 Года Работая Над фильмом На секретной Службе Ее Величества Телли Савалас Повстречал Салли Адамс Актрису На 25 лет Младше его 24 февраля 1973 Года У них Рождается Сын Николас И они Играют Свадьбу Уже Чуть позже К сожалению Они Перестали Жить Друг с Другом В декабре 1978 Года А до того В 1977 Савалас Познакомился С Джулии Ховланд Агентом Из бюро Путешествий Джулии Была С Телли Савалас До конца Его Дней Возвращаясь К фильмам Телли Надо Отметить Фильм 1971 Года Глиняные Голуби Где Бывший Солдат Вьетнамской Войны После Службы Принимает Наркотики Но Пытается Завязать С этой Страшной Привычкой Уйти От этой Страшной Жизни Но Перед тем Как Сойти С иглы Он Встречает Агента ЦРУ Агента По борьбе С наркотиками Тот Тренирует Его И готовит К операции Для обнаружения Группы Бывших Солдат Служивших Во Вьетнаме Которые Продают Это страшное Зелье В городе Лос-Анджелесе Дальше Следует Фильм Адский Городок A Town Called Bastard 1895 Год Мексика Раздираемая На части Революционными Событиями В городе Появляется Женщина Которая Ищет Убийцу Своего Мужа Ей Удается Даже Узнать Имя Его Но Как найти Этого Человека В 1972 Году Выходит Фильм Поезд Ужасов Horror Express Сюжет Таков 1906 Год Геологическая Экспедиция Находит Находит В глухом Районе Китая Захоронение Останки Грузится В Пекине На Транссибирский Экспресс Но уже На вокзале Прославленный Священник Утверждает Что там Находится Нечистая Сила В этом же 1972 Году Выходит Итальянский Спагетти Вестерн Причина Жить Причина Умереть Где Телли Савалас С актером Джеймсом Коуберном И Бадом Спенсером Режиссер Нониньо Валерий Это был Интересный Период В рассвете И моде На фильмы Про ковбоев И индейцев Так называемые Спагетти Вестерны Назвали их Так Потому что Их Снимали Итальянские Режиссеры Одним Из них Который Был лучший Пожалуй Был режиссер Серджио Леоне В свое время В 1968 Снявший фильм Однажды На Диком Западе Потом Это рисовалось Роль Спагетти Вестерне Панчо Вилла Где дело Опять же таки Происходит В Мексике В 1973 Году Выходит Фильм Потеряв Рассудок Итало Британский Криминальный Триллер Режиссера Сильвио Наризано В фильме Пара сумасшедших Преступников Грабит Ювелирный Магазин В Риме Здесь Талисовалось Блистательным Итальянским Актером Франко Неро Пытаясь Скрыться От полиции Они угоняют Автомобиль В котором Находится Мальчишка И берут Его В заложники В 1973 Году Происходит Особое Событие В кинокарьере Телли Он Начинает Сниматься В культовом Телесериале Коджик Жесткий Опытный Лысый С настоящей Харизмой Лейтенант Полиции Тео Коджик Гроза Всех Преступников Города Нью-Йорка Бандитов Наводнивших Город Как муравейник Стиль Лейтенанта В одежде Пальто Шляпа И Леденец На палочке Во рту Который Он часто Опускает В кофе Со льдом Когда Он анализирует Очередную Полицейскую Операцию И Иногда Чтобы не курить Сигарету Он Замещает Ее Жвачкой Его Любимое Выражение Ну Кто Тебя Еще Так Любит Деточка Хула Зи Бэйби Подкупить Коджика Невозможно И Запугать Тоже Хоть Подчас Против Него Выступают Боссы Итальянской Мафии У лейтенанта Отличная Команда Полицейских И даже Справедливый Шеф Капитан Макнил Но Коджик Не тупая Полицейская Машина Которому Лишь бы Засадить Любого Подозреваемого В тюрьму Перед тем Как принять Строгое Решение Поговорив Заблужденным Человеком Ставшим На путь Преступления Он Всегда Дает Ему Шанс Для Нормальной Жизни Некоторые Даже Выполняют Задания Лейтенанта И он Снимает С них Все Прежние Обвинения И уголовные Статьи По моему Мнению Это один Из самых Лучших Сериалов Посвященных Борьбе Полиции С бандитами Снятых В американском Кино В шоу Появляются Прекрасные Известные Актеры Американского Канадского Кино И старые Известные Артисты И начинающие Молодые Это не Голливуд Находящийся Под Лос-Анджелесом Это Кстати Нью-Йоркская Школа Кино Которая Очень сильно Отличалась Была такая В свое Время Самый лучший Сезон Это первый И второй 1973 1974 Год Далее С 1975 По 1978 Год Идут и другие Сезоны И в них Есть интересные Серии Коджик Состоял из 118 эпизодов И шел до 1978 Года Параллельно Телисовала Снимается и в других Фильмах Так В 1974 Году Он в фильме Лиза и Дьявол Где героиня Фильма Актриса Элк Соммер Молодая Туристка Заблудилась В своем пути К городу Толедо В Испании И проводит Несколько ночей На вилле Принадлежащей Семье Мистических Испанских Аристократов В 1975 Году Телисовалась В фильме Inside Out Наизнанку Британский Боевик Триллер Спродюсированный И снятый Питером Даффелом С Джеймсом Мессоном Актерами И Робертом Калпом В 1976 Году Телисовалась В фильме Под названием Элита Убийц Триллер Режиссера Вэлла Геста Где он С актером Питером Фондой Хью Брайеном Кристофером Ли В 1978 Году Телисовалась Появляется В фильме Козерог Один Который Показывали Еще В Советском Союзе И Позже В России На некоторых Телеканалах История Очень интересная Полет Американских Астронавтов На Марс Может сорваться В связи С проблемами Систем Жизнеобеспечения Корабля Но Боясь Потерять Правительственное Финансирование Руководство НАСА Не хочет Отказываться От запуска Ракеты Все Все должны считать Что полет Прошел успешно И ради этого Замышляется Грандиозный Обман Корабль Козерог Один Стартует Без экипажа А астронавты На земле Инсценируют Приземление На Марс Спектакль Продолжается До тех пор Пока Один Журналист Не обнаруживает Что Часть Получаемых Сигналов Идет С земли Агенты ФБР Держат Астронавтов Под присмотром Не дают Никуда Им Выйти Из одной Комнаты И сидят Рядом С ними Но Астронавты Все же Бегут Из-за Точения Телли Савала Сыграет роль Человека Живущего В своем Доме Где-то В захолустье И когда Журналист Объясняет Ему свое Положение Что он Хочет Добраться До астронавтов И взять У них Интервью Тот Помогает Ему И увозит На самолете На кукурузники В 1979 Году Это рисовалось В фильме Бегство Кофинни Сюжет Таков Идет 1944 Год Греческий Остров Окупированный Нацистами Американские Британские Военнопленные Под руководством Лидера Зенна Осуществляют Побег Они спасают Не только себя Но и предметы Древнегреческого Искусства А в этом же 1979 Году Савалас Участвует В фильме Пленники Посейдона С Майклом Кейном Салли Филд Питером Бойлом Роскошный Океанский Лайнер За несколько Секунд Переворачивается Его ударяет Гигантская Волна Спасатели Вступают В конфликт Со злодеями Стремящимися Получить Право На огромный Корабль Злодеи Маскируясь Под скромного Медика Хочет найти Смертельный Но бесценный Груз Плутония После этого Телли Савалас Участвует В фильме Маппеты А в 1980 Году В фильме Граница Где Телли Играет Пограничника Рейнджера Полицейского Вступающего В схватку С боссом Мафии А дальше В 1982 Году Следует Криминальная Комедия Поддельная Фейка В 1984 Году Телли Савалас Участвует В фильме Комедии Кэнонбол Рун Гонки Пушечное Ядро Часть 2 Вместе С другими Известными Актерами Берт Рейнольдс Дин Мартин Ширли Маклейн Фрэнк Синатра После чего Телли В фильме За Пределами Разума Который Начали снимать Еще в 1977 Году А в 1986 Он в Анимационном Фильме Война Гоботов В 1987 Году Савалас Появляется В кинофильме Безликие Там по сюжету Модель По имени Барбара Хеллен Исчезает Ее отец Нанимает Частного Дектива Сэма Моргана И отсылает Его на Поиски Своей Дочери Следы Барбары Ведут В клинику Пластической Хирургии Доктора Фламна В 1993 Году Телли Савалас Появляется В фильме Обманщик Мышления Mind Twister Расследуя Обстоятельства Убийства Своей сестры И коллеги Стриптизерши Танцовщицы Хезер Он выходит На след Одного Из ее Старых Клиентов Психиатра И его жены Нимфоманки Вообще Если рассматривать И разбирать Телевизионные работы И участие В сериалах Телли Саваласа То Хотелось бы Отметить Такие Его работы С 1959 По 1993 Год Можно выделить Например Сериал Король бриллиантов 1961 Года Неприкасаемые 1963 Года The Dakotas Сериал Вестерн Опять же 1963 Года Знаменитый Сериал Бананза 1965 Культовый Телевизионный Сериал Человек от Дяди The Man From Uncle 1967 Года She Cried Murder 1973 Года Происшествие На Френч Атлантик Мини Сериал 1979 Года Неожиданная История Сериал Британского Телевидения American Playhouse 1982 Года The Love Boat 1985 В конце 80-х Годов Телли Савалас Опять в роли Лейтенанта Полиции Коджик Но Успех Сериала 1970-х Годов Уже Не повторить Телли Савалас Был обладателем Многих наград В киноиндустрии Роль Второго Плана В фильме Птицелов Из Элькатраса Ему Просудили За это Глобус В 1966 Году Награду Prime Time Emmy Awards В 1974 75 Как лучший Актер В телевизионных Драмах Премия Золотой Глобус В 1977 Году Телли Савалас Также любил И исполнять песни И выпустил Несколько Дисков Таких Как Это Телли Савалас Кто тебя Любит Детка Сладкий Сюрприз Его Синглы Были очень Популярные В 1970 Воды У Телли Был Низкий Голос Чуть Схрипотцой Песни Попытайся Вспомнить Оглянись Вокруг Я Не хочу Знать Песня Если Или Например Такая песня Как Некоторые Разбитые Сердца Никогда Не заживают Стали Очень Популярны В Америке Я Например Помню Еще В детстве В Соединенных Штатах Как Телли Савалас Участвовал В рекламе Автомобилей На телевидении Что у него Прекрасно Получалось Импозантный Ладно Скройный Костюм Шарм И голос И Наполированный Бьюик С ним Рядом Тогда Реклама Была Совершенно Другая И воспринималась Несколько По-другому Да и снимали Ее На Кинопленку Телли Савалас Был Неплохим Игроком В покер И однажды Участвовал На чемпионате Мира Заняв 21 место В 1992 Году Также он Был Заядлый Коллекционер В свободное Время Любил играть В гольф Плавать Читать Романтические Книги Путешествовать Собирал Автомобили Грек По происхождению Он занимался Не раз Пожертвованиями Вкладывая Деньги В кафедральные Соборы Святой Софии Святого Николая В городе Лос-Анджелесе Один очевидец Однажды Повстречал Телли Саваласа На бензоколонке Когда Телли Заправлял Свою машину И Очевидец Думал Что Поговорить С ним Буквально Несколько Минут И Савалас Развернется И уйдет Ничего Подобного Телли Уделил Своему Поклоннику 40 минут В 1980 Годы Телли Стал Терять Близких Ему Людей Его брат Джорд Савалас Тоже актер Умер От лейкемии В 1985 Потом ушла Из жизни Мама Кристина В 1988 В 1993 Году Телли Савалас Появляется В австралийском ТВ Шоу The Extraordinary Необычное Параномальные Истории В которых Он рассказывает О своем Личном Опыте И о том О чем До сих пор Не может Чему до сих пор Не может дать Объяснение В последнее время Он жил В Шеретон Юниверсал Отеле В Юниверсал Сити В Калифорнии Он там прожил 20 лет Часто появлялся В баре И бар После этого Стал называться Его именем Теллис 22 января 1994 года Теллис Овалас Умер От рака На следующий день После того Как ему Исполнилось 72 Года Ну Что Можно еще Добавить Теллис Савалас В свое время Дружил с актером Джоном Энистоном И стал Крестным Отцом Его Дочери Актрисы Дженнифер Энистон Это Была История И Рассказ Об американском Киноактере Теллис Саваласе Будет время Посмотрите Фильм с его Участием Думаю Что вы Не пожалеете Вам будет интересно С вами был Андрей Кобыш Спасибо вам Спасибо за субтитры Алексею Спасибо за субтитры Алексею Спасибо за субтитры Алексею